друзья всем привет сегодня продолжим изучение масс транзита на этот раз мы поговорим про request который дает get response в общем то поговорим о том как можно отправить месседж так называемый масс транзит и тут же получить из него сразу же ответ то есть get response работает именно по такому же принципу вы отправили сообщение тут же получили на него ответ но в общем то сейчас этим и займемся и так в прошлом видео которое у вас на экране называется микросервисы pubs а была создана вся инфраструктура собственно говоря там было создано три проекта три сервиса которые были связаны между собой через масс транзит собственно через rabbit mq первый проект назывался organization в нем было реализовано создание пользователя а вдруг двух других первый из которых называется вархаус 2 называется configuration были перехваты этих самых событий о создании пользователя и сегодня мы сделаем немножко другую штуку которая называется ну я буду делать получение конфигурации пользователя из сервиса конфигурации при создании при про получении профиля пользователя давайте для начала посмотрим что это такое итак я сказал что есть три проекта они все созданы из шаблона который на нас nimble framework в одном есть identity сервер которым собственно грей будем мы создавать пользователя вернее получать профиль этого пользователя и этот этот проект называется организей шины и 5 давайте его покажу здесь у нас есть некоторая инфраструктура в общем есть контроллер давайте самого начала дим вот аккаунт контроллер и в нем есть регистрация пользователя где через медиатор отправляется цент реквест и получение профиля где тоже есть профайл реквест в прошлом видео мы через цент реквест использовали вот этот вот и аккаунт сервис который собственно говоря вот здесь вот при создании пользователя отправлял уведомление этот функционал сохраню сейчас я только найду его где он вот регистрация пользователя и здесь мы делали вот этот вот сейчас секунду вот паблиш весь мы публиковали события и два сервиса вы похватывали одновременно ну там были некоторые разные варианты по реализации интересно посмотрите но собственно грязь сегодня мы будем получать нет профайл и давайте для начала запустим этот вот сервис организации итак он запустился мне нужно авторизоваться я авторизуюсь на своем identity сервере сделаю выполнить получение профайла вот выполняется ну и в общем то здесь я получаю некоторую информацию о том кто это за пользователи и что он из себя представляет дело в том что у меня есть второй сервис который называется configuration и давайте предположим что у меня здесь хранятся какие-то настройки пользователя неважно какие на самом деле просто какие-то настройки пользователя то есть это как бы совершенно другой сервис и при получении профиля или при старте пользователя или там при получении токена или при выдаче токена в конце концов нужно сходить на сервис конфигурации получить его данные и вернуть их допустим в токен в viewmodel еще какое-то место неважно суть в том что вархаус нам сегодня не потребуется давайте его закрою отлично закрывается и давайте вернемся к нашим бараном есть у нас организейшн сервис и в нем есть get profile то есть есть вот юзер аккаунт есть get profile что здесь нужно сделать для того чтобы вообще вся вот это вот так сказать архитектура сработала мне нужно опять же сделать контракты которые будут передаваться между микро сервисами если помните то у нас предыдущем видео сейчас я запущу еще один проект который назывался контракт в этом проекте у нас хранились контракты для передачи в масс транзит между микро сервисами частности у нас был один контракт application user created то есть это своего типа нотификация о том что пользователь был создан ну и в общем так вархаус и соответственно configuration как-то это обрабатывали и в общем в общем поехали дальше смотрите у нас здесь есть интерфейс есть его и реализация и к вопросу о том как мы назовем следующий контракт давайте сделаем просто ай аппликейшен юзер про файл реквест я вот так позову реку с .c sharp и соответственно что у меня здесь нужно мне для того чтобы запросить пользователя мне нужен идентификатор пользователя в моей системе в моих настройках используется гуид пусть он называется айди ну я назовусь маленькой буквы дабы соблюдать naming convention айди вот и соответственно мне нужно сделать имплементацию этого собственно интерфейса и я это буду файл передавать как запрос на сервис configuration который будет обрабатываться там через консумер и выдавать мне собственно говоря response ну давайте сделаем таким образом что я вот скопирую с вашего разрешения public enter интерфейс но это уже будет не реквест респонс и в респонсе я буду отдавать ну например какой-нибудь ну во первых буду его же отдавать то есть идентификатор пользователя айди также я буду отдавать какой-нибудь стринг pet name допустим имя питомца допустим мне нужно здесь еще чтобы был какой-нибудь там skills не знаю какие-нибудь ну и еще какое-нибудь одно поле допустим фаворит кару каркалор ну не знаю неважно на самом деле что я думаю тут сможете сами придумать и без меня когда будете делать свою реализацию но для начала я создам также реализацию этого собственно интерфейса я вот так по-быстрому чтоб не затягивать потому что я не хочу показать создание интерфейсов а хочу показать как их между собой передавать ну и вот у меня есть сборка она создается в nugget пакеты сразу же давайте покажу что она при компиляции у меня копируется в папку где у меня лежат nugget пакеты о том для чего это было в предыдущем видео и собственно для чего мне теперь нужно сделать это просто поменять версию например два я не буду писать каких описаний откомпилирую и и теперь это сборка давайте проверим что она теперь доступна например файле конфигурации ой смысле в организей шин и пи ай вот он апдейт появился но надо сказать что вот эти вот зависимости которые сейчас буду обновлять как вы поняли вот в архаус и пи ай мне уже обновлять не нужно то есть зависимость такая не очень не очень явная такс теперь у меня в конфигурейшене нужно сделать то же самое сделаю обновлением здесь у меня почему-то нету давайте посмотрим что мне тут установлено контракт снова нам не ждут установлены давайте я удалю и давайте я ее установлю установлю не знаю как так получилось возможно что-то я пришлый раз промахнулся но неважно так тоже бывает давайте от компилируем до сборка собрал solution собрался и собственно греш то мне нужно первым делом здесь в вас транзит папки создать очередной консумер по образу и подобию того как был создан собственно грязь здесь но я тоже создаем его отдельным файлам на рову application user и давайте с большой буквы юзер профайл и request consumer точка си шарп он у меня будет наследником от ай консумер ай аппликейшен юзер реквест то есть я буду перехватывать все реквесты вот этого аппликейшен конфигурэйшен реквест и наружу буду выдавать собственно гря ну вот какую-то заполненную информацию ну и давайте тогда создадим вар модал какой-нибудь или вар дата пусть будет new application user давайте напишу юзер профайл так как его назвал то я чё-то это забыл контракты мне не нужны я прикишен профайл респонс вот что мне нужно сделать давайте к нему перейдем и так видимо какая-то проблема со сборкой видимо 100 которая 12 что-то не дает вот мне давайте сделаем новую версию собственно это ничего страшного сделаем 3 build собралась здесь сделаем апдейт вот она install вот она увиделась и здесь аппликейшен юзер профайл реквест да что-то какой-то с кэшем была проблема ничто страшного так бывает говорил одна моя знакомая проститутка ну в общем и про старуху бывает порнуха и и здесь вот в эту самую дату мы заполнил там пэтнэм ну допустим там пуси какой нибудь я пытаюсь быстренько писать пусть будет дотнет корр что там какой-нибудь блэзер пусть будет еще в какой-нибудь мвс не знаю что silver light с конца концов ну еще всякая хрень и дальше давайте сделаем паварит color ну давай магента мажента неважно нам сейчас ну и айди им собственно гряди у нас есть здесь смотрите во первых нам контекст пришел тот самый реквест у которого есть айди вар реквест равен контекст месседж это мы найдем тот самый тот самый как вы видите application user request и у него у этого реквеста есть айди тот самый идентификатор тот который буду отправлять и здесь мне теперь нужно сделать ну давайте я сразу сделаю async и здесь сделай вейт и мне здесь нужно контекст респонс async и сюда нужно отдать тот самый т то есть дата то что мы будем отдавать но в общем то здесь может быть любая обработка здесь могут другие вызовы других там я не знаю медиаторов других я не знаю консумера в конце концов ну вот пока вот такой простой вариант давайте здесь поставлю бряку и и что мне теперь нужно сделать мне теперь нужно вот этот консумер зарегистрировать вот здесь вернее вот здесь мастер антитим 12 в 12 вот и также по образу подобия как я регистрировал прошлый раз вот здесь created консумер ну давайте я так вот нажму дубликейт сюда нажму вставить конфигурацию меня не будет вот но еще хочу показать вот кстати смотрите у меня вторым параметром может быть definition то есть я могу теоретически сделать вот таким образом еще кстати это к прошлому видео такое добавочка но она будет тоже также работать здесь у меня definition of нет у меня вот таким образом регистрируется мой request consumer и в общем то здесь мне больше делать ничего не нужно я переключаюсь теперь в организейшем не попал организейшем организейшем все тоже очень просто мне для начала нужно обновить тот самый пакет который я сделал один три апдейт хорошо обновился отлично и теперь вот здесь вот для начала мне нужно в регистрации вот этого самого масс транзита вот он масс транзит вот он масс транзит f12 мне нужно добавить так называемый реквест клиент это делается тоже на самом деле очень просто ну я сделаю это вот здесь так где у меня икс икс у меня вот здесь я вот он икс реквест клиент этот клиентом не будет ай application юзер профайл что-то там такое было ничего-то неправильно писал а вот application юзер профайл реквест то есть я зарегистрировал клиента который будет реквест получать вот из этого вот этого контракта да я теперь могу сделать в моем сервисе что-то кстати уже достаточно большой разрос все кстати спрашивают мне люди поскольку какое количество инжектов вот в конструктор ну приемлемо сразу скажу что здесь их слишком много нужно сделать сегрегацию нужно объединить интерфейсы внутри когда вот то есть когда их три это как бы самый нормальный вариант можно и меньше можно чуть-чуть побольше 4 это уже такой терпимый вариант 5 это уже слишком много но если как у меня значит значит плохая получается конструкция но в общем это у меня для демонстрации поэтому это пойдет и здесь я теперь создаю а реквест клиент вот вы увидите его и он будет ай аппликейшен юзер профайл create нет не креет реквест это у меня будет соответственно как он назывался реквест клиент я его прокину в конструктор и теперь у меня есть вот этот вот штука давайте скопирую и найдем метод где получается данные для профиля давайте так вот про нет про файл вот где-то профайл и теперь я могу после получения профиля вот из клаймов в здесь мне происходит маппинг ну и здесь ему давайте сделать тоже простой вариант я сделаю вар дата та самая которая был передавать ну во первых и вейт и и теперь реквест клиент дед два раза про прочеркивание не надо ставить и теперь говорю говорю get response и я хочу получить в response ай аппликейшен юзер response но для того чтобы не получить этот response мне нужно сюда добавить реквест и еще поставить нет запятую и добавить канцеляшн токен для того чтобы получить здесь этот реквест вар реквест нью аппликейшен юзер профайл реквест ну я сделаю таким вот способом и сюда передам айди и этот айди у меня будет как раз вот этот вот айдент и файер то есть вот то что приходит для получения профиля я отдаю в этот реквест а и он у меня стринговый а нужно получить собственно говоря айди у меня есть extension который называется ту уит теперь у меня это дата появится здесь и мне нужно в оперейшен резалт давайте чтоб я не правил сам вот этот вот юзер профайл в моду который будет возвращаться как резалт я просто сделал таким образом адсаксес additional дата фор какой-нибудь профайл будет давать профайл ре сифт и здесь добавлю этот самый объект дата будет вот так вот дата эта конструкция позволяет копирейшен резалту добавить какое-то сообщение в этом сообщении добавить еще и эти данные типа object ну вот собственно говоря что я делаю давайте поставлю здесь бряку давайте запустим configuration сервис и вы здесь в концу мире бряка уже стоит еще раз запустим также запустим теперь организейшен давайте проверим что у меня работает рыбит вот так я или не попал до рыбита меня работает здесь есть какие-то квери вот у меня уже подключился юзер профайл реквест и у меня уже создалась очередь вот он юз профайл реквест отлично и соответственно это у меня просто микро сервис под номером 2 это configuration сервис а здесь identity этот один и здесь я могу создать получить собственно гря тот самый профайл так что погасим и мне для того чтобы профиль получить свое нужно как минимум зарегистрироваться я сейчас это сделаем и нажимаю кнопочку получить профайл и говорю получить ну какая новость попозже и посмотрите у меня сработал организейшен то есть организейшен и пи получил из контроллера реквест теперь мы доходим до места где нужно дернуть response вот вызывается response посмотрите теперь я нахожусь в configuration api я попал в консумер вот ко мне пришел реквест тот идентификатор который я отправлял теперь я создал новый файл делаю респонс так давайте переключимся организейшен быстро потому что тайм-аут коротенький и обратно в configuration я нажму в 5 но и как видите ко мне пришла та самая данная которая содержит message тот самый контракт ну и как видите он заполнен ну в общем тут уже как бы все понимаете уже все сработало я теперь отпускаю и смотрим что у нас в результате помимо самого пользователя есть еще мета дата где есть data object в котором есть те данные которые собственно говоря ко мне пришли но я одессе сделал message да давайте сделаем чуть-чуть по другому я сделаю стоп вот здесь и здесь я дам не дата а собственно месседж то есть именно вот как видно вот этот вот application user response я именно его да потому что сам месседж мне не нужен ну давайте я еще раз запущу еще раз дернул в хорошем смысле этого слова отлично я вызову тот же метод где-то тут час бряка нужно упасть вот она я запустил теперь мы в configuration сервисе я отпустил я теперь попал в ту самую дату вот она есть и нажимаю контине и смотрим теперь у меня как раз дата в контракте то что мне нужно ну я напоминаю что можно было добавить сюда дополнительные поля то есть изменить модал я этого не стал делать преднамеренно чтобы не тратить ваше время для того чтобы более эффективно вам показать как этим пользоваться смотрите допустим у меня вот этот вот сделаем здесь во первых такую проверку что если request айди равен good empty ну тогда сделаем какой-нибудь throw new микросервис инвалид какой-нибудь ну пусть будет operation и допустим там давайте напишем user нет user identifier а из нот убрал да вот так вот вот то есть понимаете да то есть один сервис делает запрос другой сервис а этот второй сервис счет брибы брики вается и не хочет работать идентификатор кривой и что собственно говоря как мы это выхватим надо понимать что когда мы работаем с message q то у нас все месседжи летают в разные стороны но вот в этом варианте когда мы отправляем месседжи получаем response здесь перехватить экзепшен очень просто потому что здесь все работает в одном контексте давайте 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 давай вот это уберу и для того чтобы мне обработать месседжи мне достаточно здесь написать try catch я сделаю это вот так а допустим если экзепшен у меня здесь есть как раз вот этот вот exception и я сделаю таким образом operation ну давайте ну там есть некоторая специфика, ладно мы от этого останемся, я скажу я скажу создать новый operation result, потому что если мы не получили часть какого-то данных от пользователя, то тогда я вообще ничего не буду передавать и поэтому создам новый operation result, сделаю return этого operation result, во-первых а, мне он называется так же operation, давайте вот так вот, failed и его, вот этот вот failed я и верну перед тем как вернуть, я ему хочу сказать, что он failed, потому что у меня addError ну допустим exception я этот error туда я дам дальше и могу еще написать add нет, нет append log request remote какой-нибудь сервис configuration ну пусть будет так так и есть failed в общем я думаю понятно да, чего я хочу добиться ну, мне ключевый вопрос как перехватить экзепшены напоминаю, что в getResponse то есть именно через клиента getResponse на consumer она в этом контексте отловит это сообщение и я хочу сейчас это показать запускаем еще раз запрос и сейчас у нас все сработает мы также увидим чистый ответ так, здесь можно бряку отпускать потому что я не изменил GUID он у меня как был так и остался то есть сейчас все приходит а на данный момент так, configuration сворачиваем останавливаем и здесь говорим что у нас идет не это а GUID empty запускаем еще раз и теперь мы должны выхватить тот самый экзепшен который легко в этом варианте перехватить о том как перехватывать экзепшены в pubsub сообщениях там немножечко другой вариант работает на catch у вас ничего не прилетит потому что обратно сообщение не возвращается если интересно пишите ну тоже покажу как это делается итак я отправляю запрос на профиль пользователя у меня есть 30 секунд сейчас а нет уже все ну и смотрите что у нас получилось ну во первых экзепшен у нас достаточно сложный и вот это вот как-то cycle detected это говорит о том что она не может серилизовать вернее десерилизовать строку и это есть плохой вариант я тогда сделаю не таким образом немножечко вот таким я напишу что это месседж ну чтобы не серилизовать его и запущу еще раз то есть экзепшен там видимо достаточно сложный ветвистая такая структура у него и вот этот джейсон серилизатор не может его завернуть в ошибку и показать целиком а у меня именно он стоит на обработку вот этих вот ошибок давайте еще раз запустим и я тут же получаю ответ моментально вот ну в общем то что и требовалось доказать то есть если мы не получили дополнительные данные с сервиса конфигурации то мы вернули null result вернее на самую ну и написали что у нас user identifier not null варит ну ладно пусть будет null в общем вот таким вот образом это примерно работает я думаю вы поняли мою мысль и собственно говоря могу повториться еще раз чтобы было понятно что когда мы используем pub-sub события или когда мы отправляем через send там вот таким вот способом перехватить события у вас не получится это и работает немножко по-другому все есть на сайте описание мая с транзита а я на этом хочу с вами попрощаться всего доброго будут вопросы пишите ставьте лайки и так далее и тому подобное всем привет пишите правильный код по-другому Продолжение следует...